всем привет в эфире бой скаутов первый подкаст спорта день за днем о футболе сегодня обсуждаем по следам запашного история земноводных провал зенита неожиданность или все по заслугам как ливерпуль готовился стать лучшим мире в зальцбурге и традиционные советы от скаута кого брать это для джинга используем но но всем привет мы поздним декабрьским вечером с димой не чапаренко со знаменитым скаутом который купил всех и продал всех сейчас сидим в своей уютной студии на рентгена 7 это получили логово логово издательского дома спорт день за днем я иван житков просто жалко ли печу по сравнению с тем футбольным профессионалом который сидит напротив меня дима прежде чем ты углубишься в подробности матча шарлеруа с андерлехтом позволь мне даже скажу андерлехтов шарлеруа даже андерлехтов шарлеруа позволь мне напомнить одно твое мудрое изречение однажды ты сказал я даже где-то это цитировал по-моему в эфирах и где-то даже в текстах что ты сказал что ты смотришь футбол как рептилия что ты уже оцениваешь игры уже исключительно безо всяких эмоций кроме одного клуба кроме одного клуба не будем опять в двадцать восьмой раз говорить что за кого ты болеешь может быть только в конце так вот ты сказал что смотришь футбол как рептилия в этой связи у меня возникает тебе вопрос что бы ты сказал оказавшись перед эдгардом запашным я честно не знаю вообще я не читал и не знаю всей этой истории я просто какие-то реплики слышу относительно запашного уткина в общем не честно говоря что уткина что тигры что запашное все равно я вообще наверное сочувствовал если честно потому что мне кажется что независимо от того что он там сказал но по моему просто человек что-то сказала из этого уже неделю устраивают какой-то цирк хуже того чем который устраивает он потому что я на самом деле против цирка с животными есть такой как бы определенный элемент который кому-то нравится наверно кому-то не нравится вот мне в этом не знаю у и все тоже кажется жестокой вещью но существует и существует и я не понимаю просто человеку когда это вроде как и вот эти обрывочные кит сведения которые там только из заголовка до меня доходят я там слышу живодер то есть до этого живодером не было тут стал сразу живодером ну в общем я не очень понимаю чем речь я бы честно я просто положил бы ему руку на плечо и сказал бы как тигр лапу не надо так сказал бы правда вот сочувствую даже если заслужили то есть ты как бы относишься как минимум нейтрально во первых к истории с я не знаю ты не знаешь и даже как будто немножко сочувствующий а сейчас я вот как сказал станислав черчесов передачи у владимира позднар а я вот здесь вас немножко опять поймал потому что руслан семенеев журналист спорта день за днем спортсдейли точка ру прекрасно это автор вот это вот интервью один из авторов второй то ли иванов которое сотрясло все цирки мира животные вышли на демонстрации так вот так вот это я смотрю уже про союзная борьба вопрос каких животных вы считаете самыми тупыми на что он сказал что из тех кто имеет интеллект это эти земноводные ящерицы и так далее так вот скажи как теперь изменилось твои отношения к гарду запашному ну после того как он назвал тебя тупым а я думаю что я изначально употреблял это выражение относительно рептилии напоминаю для тех кто только сейчас начал служить или случайно тыкнул стрелочку не туда что я просто вспомнил как дима однажды сказал что он смотрит футбол как рептилия на самом деле это было отсыл вообще-то к еще одному известному персонажу который сам по себе мне совсем не симпатичен но его формулировка мне очень понравилась она относилась к человеку который больше нас говорил мне кажется языком чем вообще все люди которые жили в петербурге в начале 90-х годов говорил языком он говорил языком тогда кстати вот ну в общем был александр невзоров помянут только что а то что касается обычных рептилий на самом деле с удовольствием завел черепаху поэтому я к рептилиям отношусь но замечательно тем более что дима столько уже повидал в российском футболе что естественно не может уже не относиться к рептилиям никак кроме как положительно дим давай к российскому футболу скажи полное ли это безобразие действительно как все говорят полное развенчание уровня чемпионата уровне футбола уровнем всего от того что зенит проиграл 0-3 бенфики ну нет и кстати мог бы сейчас меня тоже процитировать уж если так давай ты уже меня упоминал хорошо если ты помнишь я в начале нашего вот этого всего цикла периодически прерывающегося на неопределенные сроки говорил о том что показателем успешности для меня можно даже поднять эту запись зенита в этой лиги чемпионов это будет то что именно уровень необходимой успешности это будет выход в лигу европы через третье место выход в квалификацию плей-офф лиги чемпионов это был бы супер успех и на мой взгляд самый ключевой момент эти два ключевых момента это пропущенный гол от бенфики здесь и незабитый момент когда совершенно сумасшедший сделал выходима сейф от азмуна счет становился бы 2-1 через третье место зенит бы выходил но все бы гундели гундели но тем не менее задача эта была бы решена кстати отдам должное опытному скауту сидящему напротив меня что влаходимуса ты хвалил я продолжаю до сих пор хвалить я даже хвалил ты вы почему-то его выделял я над тобой даже не смеялся потому что в принципе послушно кивал ну ты знаешь просто проблема в том что я сейчас смотрю столько вратарей что я уже начинаю думать что скоро стану специалистом по вратарям хотя в принципе это очень сложное определение ты не станешь никогда специалистом потому что ты не оценил мою игру ногами в тот момент когда ты последний раз видел как я контактирую с мячом видишь мы не дошли до рук поэтому остановились неправда неправда я выловил из-под себя и руки тебе понравились гораздо больше да 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 руки понравились больше вот она возвращаясь к этому мне кажется что спасибо тебе что вспомнил про влаходимуса я действительно думаю что это вратарь ну не того уровня что условно облако все таки но то что он будет хорошо продан бенфика и не только потому что бенфика умеет хорошо продавать а потому что у него есть уровень и интересные качества эти вчерашние матчи где нужно не только в этом сэйве все он делал как нужно вот и поэтому мне кажется что вы сейчас ситуация такая что нужно все рассматривать конечно запоминается последнее но надо рассмотреть все в целом хотя вчерашний второй тайм это как я уже говорил я не это это твои цитаты опять же из тебя а как согласен совершенно так а как но вот вот так на самом деле но к этому могло прийти я кстати не буду себе там эту мысль пытаться даже косвенно приписать она была упомянута твоим больше знакомым господином и хашонком о том что количество на выносов после вообще выносов у зенита был одним из самых больших из всех команд мне кажется вынос у них вообще был как бы с точки зрения конструктива в атаке один из таких серьезных элементов но это был направлен иногда он был конструктив иногда не конструктив но вчера два раза в выносах ошиблись в чем ошиблись те люди которые ошибаться не должны и которые кстати особо и ты не ошибались до ивановича еще было бы просто скалой мне кажется на самом деле как раз я то люблю все таки больше к каким-то тактическим вещам сводить ты больше психологически мне кажется что на команду тоже повлияло когда ошибку совершил иванович который как раз и должен был балансировать все и закрывать и позицию ракицкого потому что он был перемещен с позиции правого центрального на лево центрального и в принципе вот все это дрожание мне кажется которые даже через поле отдавала ассорио да тебе не кажется дрожание было вызвано тем что на ассорио просто конкретно насели на фланги и на самом деле очень хорошо это делал бенфика потому что они очень классно практически лишали возможности доставлять мяч и на сантос единственного левоногого игрока потому что с одной стороны по нему играл пицца который перекрывал направление передачи когда же он оставался за ним и передача могла бы проходить то один из игроков которые находились в первой линии встречавший потому что встречали они 4-4-2 в отличие от игры которая скорее на мече шла как 4-3-3 то они отсекали эту передачу поэтому на самом деле можно даже посадить вот здесь статистику стоило бы посмотреть сколько раз получал в билдапе зенита мяч сантос я думаю что может быть даже и ноль в первом тайме это было чтобы вы не посчитали что дима разговаривает вот тем местом которое он упомянул в связи с чем александр невзорова билдап это имеется ввиду конструктивные действия не но не только ну хорошо будем считать ну а что такое действительно ну билдап он и есть ну хорошо а кстати ну вот та ситуация о которой ты говоришь с сантосом он кстати с ней не очень хорошо справлялся еще даже когда играл бундеслиги ну безусловно это не такой легкий мяч потому что мяч там реально резко начинает падать но безусловно то что я мы здесь с тобой об этом говорили то что я говорю что караваев ограниченный игрок но он сильно хорош для этой системы и среди русских игроков он силен и он сильно прибавил уже адаптировавшись как раз потому что фланг ему освобождают он бежит в эту зону но конечно на него вчера к нему много права претензий к ерохину я считаю который еще до конца не набрал видимо форму а играть против гримал да это ну в общем-то для всех и более резких игроков у меня есть неки ответ на вопрос почему мы все время говорим один не набрал форму ерохин не набрал вот здесь просто написана потом сутармен у это же не набрал потому что и доля как produced копия сидел-сидел потом он стал играть мне кажется что они все-таки немножко в заложниках сидит до своеобразных таких он когда играют когда играют дзюб и азмун постоянно вместе постоянно другие они играют не важно они должны играть почему-то вот по версии главного 3 Ну, потому что ему нужно играть все равно так или иначе, и там понятно, что Зюба играет в оттяжке, или он уходит на фланг, но все равно это два подачи. У них нет возможности проводить адекватную ротацию. Безусловно. Еще очень важный момент, который, я считаю, вчера, вот, например, сравнивая просмотр матча сначала Зальцбург-Ливерпуль, а потом Бенфика-Зенит, это, конечно, адаптивность схемы. Даже не столько схемы, как таковая схема является только, в принципе, инструментом, но то, что Зенит настолько предсказуем в своем варианте того, что будет выставлено на поле, как это будет играться, к сожалению, здесь ограничения очень большие и командам соперников очень легко подстраиваться. Потому что даже вчера, ну, практически невозможно было какую-то дать вариативность. При том, что Бенфика играл тоже очень-очень простой футбол, постоянно они пытаются, ну, не то, что он простой, но он очень предсказуемый. Он предсказуемый, он построен на билдапе построен. Он построен на контролирующем мяч билдапе. Да, у него есть определенная циркуляция мяча, я бы сказал так, но все равно это попытки играть все время, когда они хотят играть от себя, они пытаются играть через центр. Центр был закрыт, но они решили сыграть хорошо. Ну, а скажи мне, вот в Питере мы же с тобой вместе смотрели, что вот эту циркуляцию взяли, порвали и спустили. А что мешало сейчас так себя вести? Как ты думаешь, там возникли какие-то тени из прошлого, когда, помнишь, Палетти отбился в 11 году? Вверх мне есть ощущение, что все-таки уже команда начала сильно сдавать физически к концу этой части. Мне не показалось. Мне кажется, что есть игроки, которые не готовы. Второе, скорее, может быть, это пошло от головы, потому что, как всегда, перед отпуском последний матч играется хуже всего. Ну, это понятно. Но, все-таки, второе, как бы там не ругали Дрюси за черновую работу. Это точно. На самом деле, он сильно... А что его ругать? Он молодец. Не, ну, все-таки, конечно, есть к чему стремиться еще, но он сильно в ней прибавил. И мне кажется, что здесь тоже была проблема, потому что, имея Ерохина в том, что он играет, в том состоянии, в котором он сейчас, на какой позиции для меня, это проблема. Шатов тоже проблема, наверное, все-таки для того, чтобы постоянно оказывать давление. Поэтому, в целом, я думаю, что... Плюс взаимодействия Ерохина-Караваев, которая... Плюс, плюс, здесь чисто стратегически еще можно было рассуждать. Тем более, первый тайм был достаточно нормальным. Я считаю, действительно, они играли вполне нормально. Они не создавали контр-игры, и в какой-то момент это стало уже проблемой, потому что было ясно, что Бенфика постоянно повышала свою линию, она ее почти понимала. Причем, потому что сначала Бенфика, первые 20 минут, Бенфика вообще никуда не выходила. Она свою линию, как ты говоришь, держала у центра поля, причем переднюю. Ну, не сказал бы, что прямо у центра поля. Она очень низко играла. Да, но постепенно, постепенно стала сплющиваться вся группа игроков в «Зенит». Приклеивались уже к опорникам, опорники к центральным. Ну, да, да, постепенно она так проседала. Слушай, а мы с тобой про вратарей поговорили, а про Киржакова-то я тебя не спросил, твое мнение? Как у него там с ногами-то? Не, ну, у него есть игры, как бы... Ну, просто смотри, сейчас нет Лунева, и, похоже, не будет в ближайшее время. Васютин то ли есть, то ли нет. Не, все равно Киржаков молодец, но это, конечно, ограничение. Вот что, где его лимит? В смысле... Подвоему. Ну, у него лимит. Не у него лимит, у него где этот лимит? Где он закончится? Где закончится его игра в основном составе «Зенита» и закончится ли вообще? Конечно. Ну, это зависит от того... Нет, я думаю, что... Ну, сейчас на сборной нужен вратарь. Ну, в третьей. У Гильерма есть вопросы, к Луневу уже нет вопросов, как я понимаю. Кто там у нас... Ну, стоит, тоже не надо ставить крест на Луневе полностью? Ну, на данный, на сегодняшний момент, на декабрь, пока это выглядит как крест. Как это будет выглядеть в мае, это другой вопрос. А вот как будет выглядеть с Киржаковым? Ну, я не знаю, как будет выглядеть. То есть, он молодец, огромный молодец. Я считаю, то, что он воспользовался шансом, то, что он давал очень много. Но, конечно, уровень прочности у него... Ну, это то, что у него нету настоящего класса, хотя это понятие очень размытое, которое можно говорить. Ну, то есть, условно, если... Даже несмотря на то, что вчерашнюю ошибку Ивановича, у Ивановича есть класс. Ну, вот можно... Ну, вот видишь, у меня тоже есть класс, а тебе моя игра ногами не нравится. Поэтому вот скажи, пожалуйста, как он... Не, ну, я думаю, что... Что, Зенит не будет покупать еще одного русского вратаря, я практически уверен. Да нет, ну, какие вы сейчас вообще... Я играю. Кстати, я вот подходим к тому, кого покупать-то. Смотри, Дреуси подозрительно не сыграл в Лиссабоне, якобы Мини Поврежнев. Ну, я думаю, что если он не играл в Динамо, то... Но он просится уйти, потому что ему надоело... Ну, я знаю, что он просится уйти. Вот, неблагодарную работу эту выполнять. Ну, действительно, я... Зато... Неблагодарный – это неблагодарный, зато она его развила, и у него появились конкурентные преимущества с похожими игроками, когда он будет переходить в другие клубы. Поэтому сейчас он спокойненько выпросит себе переход в Леванты, забьет там 15 за сезон. Так, он не забьет. А давай с парнем. Ну, я готов. Ну, давай, хорошо. 15 он не забьет. Он поставит на острие, он забьет 15. Нет. 15 не забьет. Ну, только я не согласен. Спорт считается недействительным, если он переходит в клубы уровней выше, чем Леванты. А. Ну, хорошо. Давай дождемся перехода, дальше у вас спорта. Вот, но, короче, возвращаясь... Да нет, «Зенит» ищет, по-моему, по мне только одного игрока, это позицию «десятки». Если кто-то будет продан, тогда, наверное, нужно искать. А нужна эта позиция «десятки», если будут все время играть «Дюбус». Нет, тогда они будут играть. Я считаю, что «Азмун» талантливейший футболист, один из самых талантливых футболистов, который был в последние 5 лет, даже 7 лет. Я уже слышу, как сейчас спартаковские там болельщики слушают Диму и говорят, о-хо-хо, как он пяточкой красиво сыграл. Нет, но главное, что он просто откровенно достиг того, мне кажется, о чем он всю жизнь мечтал. И следующий шаг его, мне кажется, не сильно интересует, и ему нужно немножко подносить уже огонь. А я не уверен, что вообще возможен для него следующий шаг. Мне кажется, если мы говорим о лимитах, то «Зенит» для него объективно уже такая высшая ступень карьеры. Я себе вполне допускаю, что он мог бы играть как раз в какой-то команде, которая будет его обслуживать, где он будет реально забивать, и вполне он может играть в той же, даже в АПЛ, играть в маленькой команде внизу. Вполне. Быть может. Ты очень... Словно, Рандон, а сколько критиковали? Ну, Рандон немножко другой игрок, мне кажется. Нет, вопрос уровня. И вопрос, мне кажется, о какой-то другой мускулатуре, другой уровне атлетизма все-таки. Мне кажется, что Сердар чуть-чуть другой футболист. Я считаю, что ему удобнее играть, когда он играет одного нападающего, именно на острие. Все-таки, при том, что Зюба часто оказывается в оттяжке, но все равно это схема с двумя. И мне кажется, что ему не нужно так много упускаться тоже вниз, где он с этим своим галиком постоянно подворачивает 5 минут, потом перерыва больше, чем навар происходит, потом возвращается. Просто я уже никогда не верю, что Азмун сломался. Но, видимо, это как Волти-Волти однажды все-таки сломается, чего не желаю ему. Но мне кажется, что просто он очень спокойный, ему очень хорошо и все нравится. А с учетом того, что он всегда еще и играет... Но вчера даже дело не в том, что забил бы, ну, все бы сказали, герой бы. Но сколько браков в передачах, простых передачах. Просто мне кажется, что с головой не все хорошо в том смысле, что она не сфокусирована. А вот скажи, пожалуйста, сейчас очень модно стало... Ну, вот всю эту осень постоянно в сопоставлении идут Локомотива и Зенита. Вот двух клубов, которые играют от России в Лиге Чемпионов. Ну, тем не менее. Хотя мне кажется, что они соотносятся, на самом деле, как, не знаю, как Запашный и Плассида Доминго примерно. Но... Плассида Доминго чуть больше знаю, чем о Запашном, но тоже давно не слушал. Запашного ты не можешь послушать совсем сейчас. В каждом радиоприемнике ты услышишь Запашного. А он сам выступает? Конечно, он выступает после того-то интервью в спортзалли.ру. Конечно, он выступает. Ему приходится выступать. Тем более шоу его не за горами уже. На него нужно продавать билеты. А, так вы все в сговоре? Конечно. Конечно. А думал, ты один вратарями барыжешь. Говоришь, маленькая будет зарплата, а потом сидишь такой довольный здесь. Оказывается, что... Все вы такие. Все вы такие. Я понял. Так вот, сопоставляет «Локомотив» с «Зенитом». А ты сам-то как считаешь, много ли святости в этом песеннике под названием «Локомотив Москва»? Сильно ли команда отличалась от «Зенита» по уровню игры в этом сезоне? Или это все примерно одного поля? В худшую или лучшую сторону? Да. Я не знаю, реально. Вот правда не знаю, как тот с тем. Я единственное скажу, что я, кстати, говорил, и здесь, по-моему, тоже говорил, не помню. Но можно поднять аналы. Их прямо к запашному в такой позе. Давай, давай. Все-таки главой этап «Любедич чемпионов» идет довольно долго. Команды успевают так или иначе преобразиться за это время. Или, наоборот, ухудшиться. Поэтому надо в каждые отдельные периоды брать по отдельности оценят. Давай отдельный период. Такой сейчас назовем. Мы с тобой обещали в одном из прошлых эфиров, что мы осветим уже, допустим, даже задним числом финал Кубка Либертадора. Если я тебе обещал, что я его посмотрю, я его посмотрел. Было это уже при царе Горохе, когда Фламенко обыграл Ревердей. Да, уже через неделю начинать уже выступление на тягунном чемпионате мира. Да. Когда к себе стартует. Но мы с тобой к этому вернемся просто по одной причине. Потому что мы обсудили там Дреусе, обсудили там Укусиление и так далее. Мы собирались-то зачем это обсуждать как раз? Вы уже вспомнили Бариуса, да? И что в прошлом году его забрали практически теплым сразу после этого финала. А что сейчас показал этот финал? Кого забирать? Ну, давай смотреть. Если тогда Бариус получил в финале красную карточку с Риверплейт, когда играл за Бока Хуниверс, а сейчас красную получил господин Паласиус, как раз десятый номерок Риверплейта. Он уже переходит в Байер, он уже ушел. И за 21-летнего игрока Зенит мог бы, конечно, наверное, уже и не бороться, потому что финансово просто бы не потянул. Да нет, почему? 15 миллионов он обойдется. Ну, экономные немцы оказались. Ну, нет у Зенита сейчас, мне кажется, 15 миллионов. 40 сидят на скамейке. Не, ну просто я считаю, что 15 за Паласиус – это вообще грабеж. По большому счету. Развейте мысли, пожалуйста. С точки зрения того, что они действительно получили хорошего футболиста за очень гуманные деньги. Я не уверен, что прямо Байер – это вот та команда, в которой ему будет хорошо адаптироваться. Ну, почему-то Маларио есть. Будет с кем-то повеселее играть. Но мне кажется, что они, насколько я слышал, они хотели взять больше замену типа Арандису. Получили игрока между восьмым и десятым, которым является Паласиус. Поэтому вопрос, который ты задал. «Кого брать?» Ты имеешь в виду, для кого брать? Надо же понимать. Не просто «Кого брать?» В принципе, там составы такие, что… Ты же понимаешь, что в современной селекции вопроса «Кого брать?» часто достаточно. Не, но все-таки, если мы не берем вот этого седобородого товарища, центрального защитника Ривера, который… Ощущение, что его… А, пинуло? Да. Ему всего 36. Я думал, 86. Ну, вот. Финал играл замечательный человек. Но, к сожалению… Но, к сожалению, да, не хватило. А то есть, «Кого брать?» Я не знаю, кому кого брать. Наверное, то есть, из «Фламинго» дешево вообще сейчас никого не помешал. Ну, в общем, Кай, Кай, вот центральный защитник «Зенита» тоже, по идее, бы не помешал. Вот Каю. А надо ли? Вот смотри, сейчас сложилась пара у Ракицкого с Ивановичем. Чуть-чуть ее один раз разорвали за счет дисквалификации Ракицкого. И сразу другой уровень коммуникации. Другая генная идеология, скажем так, понимаешь? Ну, это все понятно. Почему, может быть, затрясло Ивановича вдруг? Уж казалось бы, да? Я думаю, что просто… Ну, это как усталость металла. Потому, что с одной стороны Ассорио, с другой стороны Дуглас. Другая, другая. Ну, здесь я не знаю, как бы Каю… Другая точка входа. Нет, как раз Каю, он человек, довольно-таки, мне кажется, спокойно адаптирующийся под реалии европейского футбола. Тем более, он фигурировал, кстати, уже в слухах… А, он фигурировал, еще Кая в красоте работал. И Галецкий сказал, не надо на такого неизвестного футболиста, да? Нет, нет. Ну, как бы… Просто Каю, он специфичный. Потому, что у него все равно атлетизма даже сейчас чуть-чуть не хватает. Он пластичный. Он может даже эти верховые мячи выигрывать, как змея, пробираясь по игроку. Но, чтобы смять, вот это у него… А он интеллигент. Да, он интеллигентный, смотрится хорошо. В этом смысле нос сразу разбил в финале. Ходил с тампонами в носу. Видишь, как он пожалел чужого, сам нос об него разбил. Тюкнул, знаешь, как дятел. Да, как дятел. Там дятел пинола был в конце. Поэтому, кого брать… Вот воротарь, вот мы говорили. Я считаю, что в Боке прекрасно есть воротарь Андрада, которые не дошли до финала. Но в Боке воротарь Андрада, который 28 лет. Ну, слушай, кто же будет брать под лимитного воротаря? Правильно. Поэтому я и говорю о том, что нет. Кого брать, это нужно под конкретную задачу. Вот ты мне скажешь, к такую-то позицию «Зениту» надо усилить. Десятку хотят усилить. Ну, окей. Можно, конечно, рассуждать про «Арскоэту». Но это очень дорого. Это просто невероятно. Это дорого. И, опять же, если бы не было траты на Малклма, может быть, этот вопрос можно было бы рассмотреть. «Арскоэты», конечно, тоже специфичный футболист. Специфичный. Возможно, только для Южной Америки, кстати. Ну, да нет. Я думаю, что вообще… Я вообще считаю, что этот штамп вообще неправильный. Это не штамп. Только для тех. Или только для этих. Ага. Это другая ситуация, что в Южной Америке не мяч квадратный. То есть, ты не веришь то, что в головенке творится. Это важно. Подожди. Почему мы сейчас говорим про головенку? Я как раз говорил о его качествах. Ну, все лишь предположить. Кстати, «Арскоэте» я не сказал бы, что у него довольно хорошо знаю какие-то моменты, которые могут вызывать… Ну, дай мне отпор. Я улечу. «Арскоэте» есть очень уверенное решение под давлением в последней трети. Безусловно. Он очень хорошо ищет зоны. Причем, реально, даже когда они насыщены. Он все может делать. У него было предложение достаточно из Европы, из хороших чемпионатов, из хороших клубов. Просто то, что дали по деньгам во «Фламенго», не давали в Европе. Ну, потому что «Фламенго» сейчас – это глобальный проект. Собственно говоря, он, собственно, и вылился в победу в этом. Да. Безусловно. Это совершенно две разные концепции нынешней «Ривер», которые… Точнее, даже не то, что концепции, а две ситуации. Потому что у «Ривера» реально есть сейчас проблема с деньгами. Ну, такая немножко андеграундная команда, собственно, чем они мне и нравятся, на самом деле. Ну, я не знаю, в каком смысле она андеграундная. Мне вообще кажется, что в финале самый ключевой был момент – это когда Милтон Каска сломался, потому что он потом пропустил уже следующий матч, потому что он же показывал, что видно… Да, он врезался, когда в «Рафиню», после чего того, что такой шишак вообще вырос. И он вот как раз как дятел воткнулся в него. Шишак вырос, как дятел вообще. Жуткие вещи. Вот это описательный язык футбольный, настоящий, интернациональный. Вот. И, конечно, это потеря была. Потому что вообще удивительный Милтон Каска человек, игрок с правой ногой, играющий с вами на левом фланге, играющий очень хорошо там. Давай с андеграундного футбола на авангардный. То есть, вы начинаете, у нас финал Кубка Либертадореса, там андеграундный футбол. Все, закончился у нас с тобой финал Кубка Либертадореса, просто потому, что ты вот куда-то торопишься, а сам вчера вынес мозг с тем, что надо обязательно обсудить матч Зальцбурга с Ливерпулем. Ну, действительно, стоит на это было обратить внимание, стоило, потому что мы помним, что там 4-3 были в первом круге. Вот это мы с тобой обсуждали в эфире про тренера, который там под камеру там вот танцовывал в раздевалке. Сейчас ничего этого не было. Ливерпуль достаточно... Матч был потрясающий. Просто посмотрите этот матч. Академично выиграл, тем не менее. Давай обсудим. Я могу что-то сказать. Не сказал бы, что так академично. Подожди, не так академично. Я вообще хочу сказать, что... Как раз-таки почему я сказал про адаптацию? Потому что, посмотри, Салах, играя справа, по сути, вся вот эта атакующая линия Ливерпуля, она была... И часто вообще это происходит, что она скошена так, что нижним всех при атаке оказывается Мане, Фермина чуть выше, Салах самый высокий в позиции. Вынужден он был перестроить это все Клоп на 4-2-3-1, отправить Кейта направо. И Салах, который не забил до этого три момента в первом тайме, когда он сумел при первом голе, Салах, по факту, фактически нигде не будет указано, ни как ассистента, ни как человека, который забил. Но он собрал на себя двух центральных значений. Дреуси уже привык. Именно находясь в этой позиции и освободил как раз Кейта, который там оказался в свободной зоне. Ты так вот сейчас подал, это так как феноменально. Нет, я просто хочу сказать, что это ничего такого феноменального, но я к тому, что сказать, извини, чтобы перестроить, заставить Клопа, вроде как для многих скажет Сальцбург, перестроить это потому, что у него были проблемы с прессингом. Но я тебе скажу более того. Еще важный момент. Ливерпуль в первом тайме отказался от прессинга. Ну, ты помнишь, что, кстати, в финале Лиги Чемпионов была очень похожа история. Хорошо. И для Клопа, кстати, в финале Лиги Чемпионов был ранний гол. Был ранний гол. Здесь не было раннего гола. Но я почему-то думаю, что, кстати... Здесь была, может, и меня, конечно, возразить, что здесь была ситуация, что надо было Зайцбургу забивать первому. По сути, у них преимущество было, по сути, потому что нечасто был выход Ливерпуля. Но, я могу сказать, что совершенно не спокойно и совершенно не академично выиграл Ливерпуль. Абсолютно. Я считаю, что у них были моменты, когда все проходило так. Да, моментов они создали больше. Безусловно. Академично – это не значит легко. Ты вот привязался. Ну, как раз я не сказал, что это было академично. А что значит для Ливерпуля академично? Ну, он выиграл без надрыва. Он выиграл без надрыва этот матч совершенно. Они не позволили Зайцбургу, в общем-то, по большому счету, за исключением пары-тройки эпизодов, вот эту свою стабильность своего состава преодолеть. Заметь, кстати, сколько лет Ливерпуль уже, ну, как стабилизировался при Клопе, получается. И сейчас они могут себе позволить, по сути дела, хоть там свои вот эти 89 качи в сезоне играть одних составов без потери качества. Которые создавали на флангах игроки Зайцбурга, чтобы так теряли мяч или просто выносили Ливерпуль, далеко не часто это происходит. Потому что они их ловили на фланг, потому что они собирали всегда группу, крайний защитник, они играли ромб и один из нападающих, десятка, условно, и один из инсайдов. Вот они собирали такой квадрат на фланге и ловили туда игрока с мячом. И на самом деле было самое интересное для меня вчера, то, что насколько играл Зайцбург смело, потому что мы помним, что у Ливерпуля один из важных факторов, с которыми пошел, кстати, первый гол, это перевод Александра Арнольда на Робертсона. И вчера, при том, что это существует, вся группа, весь этот ромб смещался в другой фланг. И они оголяли, оставляя это, но успевали накрывать так, что это до определенного поры не доходило до другого фланга. Но в итоге не успели сделать это, во многом потому, что, возможно, в плане интенсивности они упали, но и в плане того, что Клопс умел перестроить, это тоже было фактором. Вот только что Дмитрий Нечапаренко, известный футбольный скаут, работавший в футбольном клубе Краснодар, лишил себя возможности поговорить о матче Шорлеруан-Дерлехта, который он так хотел выпустить в эфир за пять минут до того, как мы включили микрофон. Я не говорил о матче самом, о матче говорить нечего по большому счету, тем более люди скажут, что вообще подкроют счет, и подумал, совсем дебил собрался здесь. Ну, я практически уверен, что таких армия может стоять. Ну, 0-0, потому что закончился. Для людей же это вообще приговор. 0-0 это будет, что это, это же не футбол. Вот, ну просто то, что... Скучный матч. Скучный матч. Ну, смотрите, скучные матчи иногда бывают полезны для размышления. Это тебе они бывают полезны для размышления. А давай вот, значит, смотри, мы откроем нашу рубрику, расскажи об игроке, которого никто не знает и, может быть, никогда не узнает. Ну, специально для профессиональных скаутов. Зачем? Я им это буду рассказывать. Давай я тебе накину. Я, честно говоря, Зальцбург очень редко видел. Я только больше как-то о нем слышал. Вот, вот, котка, ты мне что-то споешь про него и так далее. А как тебе с Абаслайей? Да, хороший, хороший. Безусловно, вчера он... Для меня просто он, ну, скажем так, неким открытием стал. Хотя он типичный современный футболист, но... Ну, а кто тебе не стал открытием? Я сейчас просто извиню. Ну, слушай, ну, на самом деле, Ульмера я давно знаю. Винамину я тысячу лет уже знаю. Нет, ну, эти люди открытия стали один, когда еще 20-й век был, а другой как бы уже 90-й... Винамину 95-го года. Кристенсена, Кристенсена, я с Митьевым допомнил. Все понятно. Нет, ну, я считаю, что... Он еще вот таким был. Нет, все правильно ты говоришь. Ну, Вебера ты еще назови, который уже вояк сыграл. И ты уже назвал половину состава. Нет, ну, я тебе скажу, вот этот парень... Венгер, вот с этой сложной фамилией, которую я не могу выговорить, поэтому я не буду повторять. Кого? Ну, вот этот вот, Венгер. А, Соба Слай. Во, моя сложная эта фамилия сейчас дается. Она пишется сложно, поэтому я ее произносить боюсь. Да, интересный парень. Действительно, очень-очень хорош. Вот для того, чтобы устраивать переход как в атаку, так и в оборону. А вот стой, стой, стой. Вот прежде чем ты сейчас будешь давать оценку, я сейчас скажу тебе. Сегодня я с ним, сегодня я разговаривал, переписывался с тренером сборной Венгрии, с ассистентом, который его знает и хотел получить характеристику на него. Вот сейчас ты вот дашь характеристику свою, и мы посмотрим, лох ты или нормальный человек. Нет, я тебе скажу, совпадает или нет. Подожди, я тебе сразу скажу, что мы здесь в неравных условиях, поэтому я не к тому, что себя подстраховываю. Нет, все, поздняк. Нет, я его видел всего два раза. Он с ним работает. Так, да. Так что это разные вещи. Ну, давай. Я считаю, что человек, действительно, который очень хорошо создает перегрузы в определенных зонах, то, что он хорошо играет для перехода из атаки в оборону, и главное его качество, которое мне заметилось, это то, что он подстраивается под позиции партнеров. Вот это у него очень сильно, потому что, в принципе, игра Зальцбурга построена на том, что люди не должны прибегать все в одну точку. И вот это его, конечно, умение максимально проявляется. При этом он устойчив в том, что он может продвигать мяч и на дриблинге, хотя он не очень быстрый. Именно в работе с мячом достаточно быстро, но не настолько быстро бежит, это безусловно. Что касается удара, я не могу ничего сказать, потому что фактически он его не наносил в то, что я видел. Ну, что я тебе могу сказать? Вот я сейчас держу перед глазами свой чат. Конечно, пару раз ты сорвался на венгерский язык. В принципе, я думаю, что ты с особо слайом мог бы найти сполечную речь, как говорят чехи. А вот я тебе говорю то, что ты подтвердил. Действительно, у него умение играть абсолютно на любой позиции, что доказывает то, что ты сказал, что он подстраивается под зону мяча. Про перегрузы, мне, конечно, действующие тренеры таких слов не знают, которые футбольные гики обычно используют. Они обычно просто не используют такие слов. Дитер Хёкинг даже как-то сказал, что я не понимаю иногда, о чем говорят эксперты по ТВ. Нет, ну просто у Зайцбурга перегрузы существуют. Перегрузы существуют, я хочу сказать, у всех. Один у меня он начинается уже иногда, когда ты комментируешь футбол. Так вот, очень талантливый футболист. О, отлично. Сказал мне мой друг Джованни, тренер сборной Венгрии. Джованни Костантино. Молодой специалист, который из ничего... Я даже догадываюсь, кто его туда запихнул. Нет, его запихнул туда тренер Росси. Он отолеет? Да, и он с ним уходит. В Гонведе у него играл. А начинал на Аланских островах, где тренировал женскую команду. Уехал туда из родной Мессины и с нуля себя довел до уровня второго тренера сборной Венгрии. Так что, он даже скорее аналитик, чем второй тренер. Но вот, Дима, вот учись, да, и разговаривать главное более понятно. Так я же уже один раз нормально дятел и шишак. Все было, в принципе, как раз. Продолжай. Так вот, у него серьезный характер. Ну, этого я не могу убить, хотя на поле это заметно. Крепкий, да. Он забывает иногда обороняться. Это нормально 19-летнего парня. Но вчера я, кстати, не сказал. Я думаю, что это скорее издержка, стилевая издержка Зальцбурга, потому что очень размытая в таком стиле, в котором играет Зальцбург, понятие, что такое обороняться. Где он начинается, да. Вот, да. Ну, а технически и физически это топ-класс игрок. Физически, ну, вот скорость меня смущает. Вот мне показалось, что именно стартовая. Но, с другой стороны, для игрока его позиция, это не такая уж страшная. Ну, вот это как раз последний комментарий, потому что ты уже действительно объективно этого знать не можешь. Но даже вот, несмотря на весь свой размер, он высокий такой, он Коронина такая, типа Ерохин такой. Вот. Но у него очень хорошая скорость, причем как бы тесты это тоже доказывают. Да. Вот такая вот история. От тебя теперь, Игорь. Кто Зальцбург? Нет, игрок. Ты обещал приносить на каждую программу какую-то фамилию. Вот я тебе, мы с тобой обсудили Собослай. Не, ну, Собослай, это понятно, я уже выучил, наконец, слушаю. Это понятно, что игрок... То есть, у меня будет два варианта. Первый игрок – это человек, кстати, из того же чемпионата. Да, ты его даже, может, знаешь, но, безусловно, пока это, во-первых, он 2000 года, еще совсем молодой. Романа Шмидт, может, ты его знаешь. Он, кстати, воспитанник Зальцбурга, насколько я помню. Потом был куплен Вердером и отправлен в аренду вот в этот Вольсбургер. Который, кстати, сейчас начал, не выдержал гонки в чемпионате в Лиге Европы, страшно. Ну, с их прессингом это невозможно не выдержать. Предсказуемо. Но главное же себя продать, как тренера, да, как... Тренера уже продали. Так в том-то и сделают. Да, да, да. Расскажи, расскажи. Это просто экривистная история, когда человек уходит в последнюю команду чемпионшипа, еще имея шансы выйти в Лиге Европы в плей-офф. Так это же... Неважно, как твоя команда выступит в конце сезона. Главное, что ты всех задолбал прессингом, никуда не вышел, но рекламу ты себе сделал, и ты перешел куда угодно. Но ты бросаешь команду в тот момент, когда она может выйти в плей-офф Лиге Европы ради последней команды в чемпионшипе. А это называется карьерный рост. Это сейчас футбол весь так построен, Димон. Нет, я это знаю. Сейчас же все тренеры гении. Нет, сейчас все тренеры гении. Вот я вчера с человеком разговаривал, как раз и думал, вот интересно вы на Зальцбург посмотрите в течение двух лет. А он правильно мне сказал, говорит, это даже Зальцбургу не нужно, потому что пищевая цепочка нарушится, этих нужно продать, чтобы следующих опять запустить. Поэтому Вольцбергер для меня очень сомнительный, честно говоря, проект. Они использовали свои шансы, вот знаешь, вот и прибежал на балл. Нет, но тем не менее, вот этот парень у Романа... Там стоят эти бутерброды, надо все съесть, вот просто вот сейчас здесь, будет заворот кишок или нет, уже все равно. Нет, ну ты их мог смотрел? Да, ну как много, ну матча давай видел. Ну просто два матча для меня всегда это как-то не... Да, ну они красиво продались и все, на этом футбол Вольцбергер закончил. Ну вот с Ромой будет матч, сейчас очень интересно. Посмотрите, потому что Рома как раз старается играть в контроль, а эти любят... Ну они разные, да, они совсем разные. Нет, так поэтому они друг на друга накладываются очень хорошо. Вот, а что касается Романа Шмидта, то он атакующий полузащитник, который может играть и в центре, и на фланде, но именно как атакующий полузащитник, скорее, десятка, нежели Виндер, но очень быстро работает с мячом, действительно, все с уходом делает. Такой иногда излишне суетливый, но при этом он действительно для этого прессинга, я думаю, что в этой команде он сильно прибавил. Он маленький немножко пока и такой, не даже сказать хрупкий, хорошо на ногах стоит, но вот он скоростной по-настоящему, то есть это видно. Именно стартовая скорость, у него рывок, поэтому парень, который интересный, насколько он стабилен, это пока вызывает вопросы, безусловно. Но не знаю, насколько Вердер сможет его постепенно подвести к составу там. Ну, то есть, вот этот человек, если он доступен для наших команд, для тех, кто тренер может его развить по-настоящему, понимает, как использовать, может быть, интересен. Тем более, я не думаю, что купленный Вердером за миллион, он там уж невероятно сейчас будет дорогим, но думаю, что миллиона 4-5, я думаю, за него запросили бы уже, потому что уже засветился здесь. Ну, а второй человек, это Родригес из Монтерея. Родригес из Монтерея. Родригес из Монтерея, Родригес из Тихуаны, Родригес из Синалова. Нет, Родригес из Тихуаны, тот, который держит вот этот, такая, ресторан у него же этот есть. Весёлые сиськи? Да, 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 ты помнишь его. А из Синалова это другое, это который ганджубасом там торгует, понимаешь же. А это футболист, так что от всех не надо смешивать. Вот этот, ну нет, всё равно мне понравилось. Вот это вот просто эксклюзивная фамилия из одного из самых топовых чемпионатов по зарплатам в мире. Ну, кстати, почему по зарплатам Мексика? Ты же знаешь, Мексиканцы не уезжают. Вот. Это не Родригес, это человек, который отдельно, кстати, Мартино выделял, он же был в команде, и именно играл в команде, которая выиграла Кубок Америки. Ну, просто у всех сейчас есть его возможность увидеть. А почему я вам решил сказать? Давай. Потому что Монтерей на клубном чемпионате мира, Монтерей наконец набрал хороший ход, потому что вернулся Мохаммед. Родригес, Мохаммед, у тебя, у тебя собирается хорошая банда, как модно. Вот, и действительно сейчас Монтерей, просто история следующая. Монтерей, коротко, не попадал в плей-офф, который восьмерка, и вернулся Мохаммед, вытащил их в восьмерку. Это с Мохаммедом случается иногда, чудеса. Ты знаешь Мохаммеда, который одет вообще просто... Конечно, конечно, как я могу не знать Мохаммеда. Все мы знаем Мохаммеда. Сейчас они добрались до финала, который как раз прекрасная история, я считаю. Все помнят о том, что Ливерпулю придется играть 17-го в Кубке Лиги, 18-го в полуфинале Кубного Чемпионата Мира. И сколько там Клоп об этом говорил, что даже Линдерсон потащат с собой в Катар, а, соответственно, третий тренер, который работает с молодежкой, останется на Кубок Лиги. Но никому же не интересен Монтерей. Монтерей это вообще непонятно где, но это там вот эти потные мексиканцы, где ходят. Так вот. А у Монтерея вообще невероятная ситуация, потому что они вышли в финал чемпионата Мексики. И финал чемпионата Мексики будет проведен после, блин, католического Рождества. Потому что Монтерею придется ехать на чемпионат мира клубный. Ну, что делать? Ну, бывает. Можно никуда не выходить. Суть в том, что это та же история про календари, которые все говорят в Европе. Да они у всех перегружены. Куда уже столько засовывать матчей? И поэтому интересно написать будет на Монтерей, потому что команда действительно просто подбор игроков, я думаю, что очень сильный. Там даже Янсен, которого я никогда не любил, умудрился ожить. Причем он очень плохо играл и мало забивал, и мало отдавал передач, когда был регулярный сезон. Но сейчас он просто в потрясающей форме. Это максимально, мне кажется, похожий игрок на Дзюбу. По своему функционалу, который сейчас демонстрируют Я сейчас усиленно делал такое загадочное, заинтересованное лицо в том, что говорит, Дима не несмотря на то, что я читал все это в его колонке в Деловом Петербурге. А я тебе, кстати, посоветовал прочитать мою колонку на sportsdeli.ru про тренера Тарпишовского. И об этом мы с тобой будем дискутировать, наверное, в следующем. Я, кстати, все там не написал, потому что очень маленький объем. А где все это не написал? В Деловом Петербурге. Перегрузы и так далее и тому подобное. А поскольку уже сейчас наступило время, когда Дима приказал заканчивать, ну что, я уже ничего не могу поделать, потому что я привык его всегда слушать. А я должен держать свое слово, хотя так приятно общаться, но вынужден закончить, когда попросил. Все. Всем пока. Мы обсудили «Зенит», мы обсудили «Монтерей», мы обсудили «Зальцбург» и даже «Родригес». Дима приказал слушаться. Все. Пока. Продолжение следует...